Приветствую, друзья! Разговаривал недавно с одним молодым человеком. Он жаловался, что он очень стеснительный, застенчивый. Вот там он бывает в институте или ещё где-то. Ну, как бы боится разговаривать, общаться. Я говорю, с девушками боишься, что ли? Ну, и с девушками, и с ребятами. Стесняюсь очень сильно. Давно стесняешься? Да, уже много лет стесняюсь и в школе стеснялся. Я говорю, а что ты со мной так легко разговариваешь, улыбаешься, шутишь и не стесняешься? А он говорит, ну вы, конечно, взрослый совсем. Я говорю, ну конечно, меня уже девушки в расчёт не берут. Да вообще теперь я вижу, и ребята в расчёт не берут, раз ты со мной не стесняешься. Ну вот какая история. У нас вебинар будет, друзья, в среду, 6 октября, в 20 часов. Будет называться «Как переживать правильно, чтобы быть здоровым и счастливым». Вот я его начал учить, как переживать правильно, чтобы быть здоровым и счастливым. Уже после одной-двух встреч я говорю, ты будешь шикарно себя чувствовать, потому что я понял, в чём дело. Да, потому что я с ним разговаривал в скайпе. Я посмотрел, определил, там протестировал, понял, в чём дело. И поэтому на вебинаре у нас тоже так будет. Зум готовьте, выходите, готовьтесь. Объявление будет в сетях. И в Ютубе, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. Везде будет объявление. Конечно, за день, за два будет объявление. Но вы представляете себе, какая интересная штука. Оказывается, мы переживаем всегда. Вот переживаем, чем бы мы ни занимались. Экзамены сдавать, встретиться с человеком, поговорить там, выступить, в кино сниматься, кто снимается. Очень много там всяких тренингов устраивает. Вообще-то, мне больше нравится тренировка. Тренинг – это какое-то, ну, такое, ну, типа, как штучечка игрушечная, тренинг. Ну, психологи придумали. Ну, опять же, не наша эта придумка, откуда-то мы взяли там. Вопрос в чём? Во всех случаях жизни нужно иметь уверенность и переживание перед предстоящей деятельностью ответственное, где есть страх за ошибку. Надо так переживать правильно, чтобы там получить успех, чтобы из полосы неудач выйти на везунчиков. Вот есть такая методика, и там алгоритм есть. Я вам на вебинаре это всё покажу. Ну, пробовал я это себе применить, теперь я шутку буду говорить. Пробовал, пробовал сегодня, рисовал, рисовал и дорисовался. Дорисовался, непонятно, что нарисовал. Ну, ориентировался на золо руки. Да, ещё хотел назвать руки художника, ещё хотел назвать автопортрет. А если бы меня спросили, а что не похож, я бы пошутил, чтобы не узнали. Ну, вот такая история, вы вот поделитесь со мной своим представлением, как вам переделать всё или оставить, или как это назвать. Вообще не в моём стиле вроде бы, да? Ничего конкретного, одна мешанина, как бывает мешанина в голове. И вот на вебинаре как раз-таки я покажу вам этот алгоритм, о котором я говорю, чтобы вы могли переживать, что о вас скажут, как оценят, как посмотрят. Будут с вами считаться или уже не будут с вами считаться ни девушки, ни ребята, и никто. И как быть обаятельным. Ну, вот как я, видите, какой я шикарный, несмотря на то, что переживаю. Но я переживаю правильно. Вот как правильно переживать, чтобы всё получалось хорошо. Я даже не боюсь, что вы мне скажете, потому что, как я понимаю, эта картина – шедевр. А как вы понимаете, поделитесь, пожалуйста, со мной, будет очень интересно. На вкус и цвет, как говорят, товарищей нет, но где-то есть там у каждого из нас чувство гармонии. Иначе как бы могли рассмотреть или услышать в песне фальшивую ноту? Значит, у нас какой-то критерий внутри у каждого есть. Я надеюсь, что вы придёте на вебинар. Будет очень полезно и не только интересно. А интересно – это всегда у нас интересно. И полезно у нас – всегда полезно. Иначе бы я не улыбался и не был бы так уверен. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok